Я тоже несколько цифр, но быстренько их пройду, потому что у меня сознательно эти цифры показываются, чтобы была цель перевода к эндокринологии. И вот 10 лет тому назад говорилось, что 60% взрослых мужчин в России курит и 22% женщин. А теперь вот, например, исследование, которое проводилось на базе Санкт-Петербурга, британско-российским оно было, говорило о том, что изменения такие своеобразные. У мужчин отмечается некоторое снижение, а у женщин нарастание частоты курящих. И вот такая же работа была недавно проведена в Новосибирске. Они показали, что за 20 лет, за тот период, за который они взяли, у них примерно такая же вещь получилась, только у мужчин снизилось от 58 до 46%, а у женщин очень существенно от 8% до 24% частота возросла. То есть не совсем понятно, насколько это реальные цифры, когда в три раза возрастают, но они все-таки брали, как они говорят, такие популяции. Но я к чему эти цифры привожу, что роль пола, гендерные различия, это уже близко к эндокринологии, и оттуда там уже один шаг до онкоэндокринологии. Так, у меня такие же вещи, но все-таки курение, между прочим, оказывает существенное влияние на эндокринную систему и у мужчин и у женщин. Что делает с мужчинами? Ну, вообще не все согласны, что влияет на сперматогенез, но увеличивает уровень общего тестостерона и нередко снижает долю свободной фракции тестостерона, кстати. Способствует проявлениям андропаузы. Некоторые спорят, вот говорят, менопауза есть, андропаузы нет. Тем не менее, какие-то проявления есть. Как у мужчин, так и у женщин повышает, между прочим, риск развития сахарного диабета, и в том числе у бросивших курить. Вот если мы посмотрим на этот слайд, то правая его сторона говорит о том, что у курящих в настоящее время частота диабета выше, чем у тех, кто не курит, но наиболее высокая частота у тех, кто бросил менее трёх лет тому назад. Почему? Потому что, когда они бросают курить, то всё-таки это довольно доказанный факт. Если человек ничем это не заменяет, он заменяет это пищей и прибавляет вес. А прибавка веса – это уже какая-то связь с нарушением не только липидного, но и углеводного обмена. И больше частота среди вот таких недавно бросивших… Ну, ребята, не знаю так никакого… Знаете, я буду говорить так, следующий слайд, пожалуйста, это будет самое простое. Что курение делает с женщинами? Увеличивает частоту нарушения менструального цикла, снижает фертильность, то есть увеличивает примерно в полтора раза интервал между прекращением предохранения и началом беременности, осложняет приём стероидных контрацептивов и модифицирует эффект заместительной эстрогенотерапии и способствует более раннему наступлению менопаузы, причём на полтора-два года, это достаточно серьёзно, и развитию постменопаузального остеопороза. И отсюда многие делают вывод, что курение ослабляет эстрогенную стимуляцию тканей и мишени. Это проявляется в частности и в том, что у женщин, которые курят, меньше частота миом и меньше частота эндометриоза. Но, с другой стороны, в заглавии, как вы помните, был рак эндометрия, вот оказывается, что среди многих заболеваний, которые перечислял Давид Георгиевич, там у него было 15 заболеваний, рак эндометрия не фигурировал. А почему он не фигурировал? Потому что он снижает. Совершенно верно, он снижает, курение снижает, и более того, снижает вот это те, которые курят, а рядом те, которые курят более 20 сигарет в день, и у них ещё больше снижает. Таким образом, получается, что это как бы льёт воду на мельницу тех, кто говорит, что вот ограничение эстрогенного эффекта. Но я, собственно, вышел сюда для того, чтобы говорить не только об этом. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, хорошо, спасибо. Так вот, оказывается, что рак эндометрия является примером такого заболевания, при котором риск развития заболевания снижается, а последствия для течения заболевания пессимизируются. То есть, получается так, вот недавно мы видели в вопросах онкологии, будет статья профессора Заридзе, который говорит о том, что курение ухудшает течение онкологических заболеваний. Ну, на примере рака эндометрия тоже видно. Я это называю ножницами. То есть, риск заболевания снижается, а смертность, вот тут показано в левой части слайда, в течение пяти лет, она достоверна, пятилетняя смертность после операции по поводу рака эндометрия существенно возрастает у курящих. И вот моё мнение такое, что причины могут носить и гормон ассоциированный характер. И вот на основе чего? Ну, примерно там более 15 лет тому назад мы ввели в обращение такое понятие, как эндокриногенотоксические переключения. И сначала говорили о так называемом феномене переключения эстрогенного эффекта, а потом стали говорить, что это может касаться и глюкозы, и говорили о двойственном или джокерном феномене или двойственной функции глюкозы. И, наконец, говорили об адипогенотоксикозе, то есть говорили не только об эстрогенах, а говорили о глюкозе и говорили о каких-то продуцентах, факторах, которые продуцируются в жировой ткани. И в совокупности называли это базовой триадой. Почему базовой триадой? Потому что это очень важно для эндокринологов, работающих в области онкологии. Есть стероидный компонент, в данном случае эстрогены, и есть нестероидный компонент, это нарушение углеводного обмена, вплоть до диабета это может быть, и изменения на уровне жировой ткани, не обязательно, естественно, в сторону ожирения, но когда бросают курить, то прибавляют весь. И это мы описывали, например, в главе, которая вот приведена в книге, которая указана, называлась она и в инновационной эндокринологии рака, и в большом количестве статей на русском и в англоязычной литературе. Значит, о чём мы здесь говорили? Вот на примере как раз, в частности, феномена переключения эстрогенного эффекта. Мы говорили о том, что у эстрогенов есть два основных эффекта. Один мы можем называть гормональным, это на примере, например, пролиферации, то есть клеточного размножения. Мы знаем, что если мы вводим эстрогены или животным, или женщины их принимают, то пролиферация в эндометрии наблюдается. Это, естественно, гормональный эффект. И может быть прогенотоксический или ДНК повреждающий эффект, который менее свойственен классическим эстрогенам, я об этом буду говорить. Но, тем не менее, когда это объединяется с курением, это уже приобретает серьёзные формы и приводит к повреждению ДНК и к таким прогенотоксическим эффектам. Значит, в реальной жизни это может быть комбинация эстрогенов с курением, а с другой стороны, метаболизм происходит. Классических эстрогенов возникают так называемые катехол-эстрогены, которые дальше метаболизируют, создаются продукты, которые относятся уже к классу свободно-радикальных, и они уже вызывают повреждение ДНК. А в результате получается такая вещь, что те, кто курят, и это сочетается с гормональным фактором, в частности с эстрогенами, это, по нашему мнению, один из механизмов, который делает заболевание более жёстким и более агрессивным, и поэтому, собственно, получается, что и выживаемость у людей, которые курят, и потом ещё есть такой гормональный фактор, как эстрогены, это в результате получается является одной из причин вот такого неблагоприятного течения процесса. Пожалуйста, следующий. Вот я вам приведу пример. Я только что говорил о катехол-эстрогенах. У них есть такие производные, которые называются 4-гидроксиэстрон или 4-гидроксиэстрадиол. Такие метаболиты, которых не очень много в организме, но они являются самыми генотоксичными и самыми канцерогенными. И вот мы делали работу вместе с профессором Германом Адрель Крюйцем, он из Финляндии, и смотрели, какова величина экскреции вот этих вот катехол-эстрогенов у некурящих и курящих. Когда мы сравнивали эти две группы, мы видели, что у курящих этих метаболитов меньше, чем у некурящих. Но когда мы им в течение месяца или двух месяцев давали эстроген, содержащую заместительную гормонотерапию, это был эстрадиол валерат, то мы увидели, что картина поменялась с точностью наоборот. Если люди курили и при этом принимали эстрогены, у них вот эти метаболиты, наиболее генотоксичные и наиболее канцерогенные, они существенно превышали тот уровень, который наблюдался у некурящих. Пожалуйста, следующий. И вот здесь мы покажем, это я вам начал говорить о таком генотоксическом компоненте, а вот если мы посмотрим гормонально, мы работали с американскими коллегами на клеточной линии рака молочной железы, и если мы добавляем туда классические эстрогены, естественно, происходит клеточное размножение, о котором я говорил. И вот если там нет конденсата табачного дыма, вы видите верхнюю часть картинки, пролиферация стимулируется. Но если мы добавляем к эстрогенам конденсат табачного дыма, это тот же тар, смола, вот о котором вы говорите, Давид Георгиевич, получается, что пролиферация ограничивается. То есть здесь ограничивается гормональный компонент. Значит, это как бы первая часть того, что мы называем феноменом переключения эстрогенного эффекта под влиянием курения в данном случае. Помимо курения, есть и другие факторы, которые могут влиять в этом направлении. Мы сейчас не говорим. Но если говорить о курении, то мы видим пример того, что ослабевает гормональный эффект эстрогенов. Пожалуйста, следующий. А если мы говорим об оксидативном повреждении вот в этой же ситуации, то посмотрите, что в левой части слайда вот зелёный, такой столбик зелёный, мы видим, что только 4 гидроксиэстрадиол усиливал образование 8 гидрокси, 2 дезокси, гуаназин, это маркёр оксидативного повреждения ДНК. А если мы добавляли конденсат табачного дыма, то уже и эстрадиол в комбинации с этим конденсатом табачного дыма начинал таким же образом действовать. То есть, и классический эстроген, который в норме повреждения ДНК не вызывает, если его комбинировать с какими-то элементами, имеющими отношение к курению, то мы видим, что усиливается прогенотоксический эффект. То есть, получается, что тем самым мы можем объяснить с одной стороны снижение риска заболевания, когда речь идёт о раке эндометрия, потому что ограничивается гормональный эстрогенный эффект. И с другой стороны мы можем видеть увеличение риска смертности или более агрессивного течения, потому что заболевание приобретает черты со сдвигом впроге на токсическую в ДНК повреждающую сторону. Следующий слайд, пожалуйста. И мы ещё к раку эндометрия вернёмся, но я хотел сказать, вот жалко Евгений Наумович ушёл, потому что, когда говорят о генетике курения, он там говорил о раке лёгкого, и много сегодня Давид Георгиевич говорил о раке лёгкого. Но рак лёгкого рассматривается из позиции эстрогенозависимости. Есть работы, где люди смотрят активность ароматаза, это эстроген синтетаза, смотрят эстрогенные и прогестероновые рецепторы. Я хотел сказать о другом. Вот там есть картинка, но я должен подойти, потому что что-то плохое у меня. Вот это вот зелёная линия, это эстрадиол. И С – это курение в данном случае, или С – смотинг, и Р или П – это значит в данном случае. Есть ли различия между теми, кто не курит, и кто курит, по содержанию эстрадиола в нормальной тканиней лёгки. И в ткани опухоней лёгких у курящих и не курящих разницы не было. Но когда смотрели 4 гидроксинстрома, о котором я только что говорил, наиболее герметоксичный и канцерогенный метаболит эстрагентов, то выяснилось, что между курящими и не курящими есть очень выраженные достоверные различия как в нормальной ткани лёгких у тех, кто заболел раком лёгкого, так и в самой лёгкой лёгких. То есть получается, что этот механизм работает и на уровне бронхокарцинома. Теперь, если мы вернёмся, пожалуйста, к раку эндометрия, то я хочу сказать, что рак эндометрия – это такое заболевание довольно интересное в том смысле, что оно гетерогенное, и долгое время, в течение примерно 40 лет, считалось, что есть два его типа. Это сохранялась такая тенденция примерно до 2012-2014 года. Но было показано где-то в 2013 году в интересной работе, что, например, курение не влияет разным образом на риск развития рака эндометрии. И первый тип рака эндометрии, и второй тип рака эндометрия в одинаковой степени снижаются у тех, которые курят. А в период 2013-2017 года произошли в этой области серьёзные изменения. Было выделено не два типа заболевания, а четыре. Пожалуйста, следующий слайд. И мы поставили своей целью посмотреть, а какова частота курящих вот на нашем собственном материале уже у обновлённых четырёх типов рака эндометрия. И выяснилось, что наиболее часто курили те, у которых были мутации генополия в опухолевой ткани, или те, у которых не было никаких характерных молекулярных признаков в опухолевой ткани, и у них частота курильщиц оказалась достаточно высока. Это посменопаузальные женщины 17%. А если мы брали два других типа, один с дефектом репарации ДНК, и другой с экспрессией не с мутацией, с экспрессией П53, то выяснилось, что у них частота курения была заметно ниже. Она равнялась примерно 10%. Пожалуйста, следующий слайд. Но мы говорим об эндокринологии, и мы сравнивали здесь вот эти две группы, выделенные нами по индексу массы тела и по времени прихода наступления менопаузы. Ну, два эндокринных показателя. И оказалось, не буду отнимать ваше время, что между курящими и некурящими в одном случае имеются заметные различия двух выделенных типов, а в другом случае, когда мы имеем с мутацией, никаких различий нет. И на следующем слайде мы увидим, что такая же вещь, пожалуйста, следующий слайд. Такая же вещь наблюдалась, когда мы оценивали индекс инсулинорезистентности, гликемию натощак и соотношение нейтрофилов к лимфоцитам – это показатель усиленного лёгкого хронического воспаления, такой провоспалительный момент. И мы увидели, что опять-таки имеются различия между этими группами заболевающих раком эндометрия, то есть подразделения на молекулярно-биологические типы в данном случае важно, даже когда речь идёт о таком факторе, как ожирение. Пожалуйста, следующий слайд. И если мы перейдём к выводам предварительным, то это выглядит так, что курение, несмотря на его относительную редкость среди больных раком эндометрия постменопаузального возраста, может оказывать такое воздействие на эндокринно-обменный профиль пациенток и провоспалительно-про-генотоксическую составляющую, что может быть охарактеризовано как типоспецифическое и дополнительно подчёркивает значимость подразделения рака эндометрия на современные молекулярно-биологические типы. Хочу поблагодарить параллельно тех сотрудников, которые активно работали над выполнением этой работы, получившую грант РФФИ. И ещё, пожалуйста, какие практически могут быть следствия? Вот следующий слайд, пожалуйста. Дело в том, что когда мы как раз на клеточных линиях работали и видели, как меняются прогенотоксические показатели на фоне воздействия конденсата дабачного дыма, то мы увидели, что если мы берём полифенол и респиратрол, то он ограничивает этот сдвиг в сторону генотоксичности. То есть, один вариант – это всё-таки использовать какие-то препараты, которые ограничивают этот прогенотоксический сдвиг. Пожалуйста, последний слайд. И получается, что курение нередко способствует большей агрессивности клинического течения опухоли именно гормонозависимых тканей. И более агрессивные течения, худший прогноз, не исключено, обусловленные генотоксическим для НК повреждающим эффектом комбинации, именно комбинации табачного дыма и гормонального фактора, в частности, эстрогенов. И, возможно, некоторые превентивные и исправляющие корригирующие меры, ну вот я поэтому упомянул ресвератрол, в частности, но лучше было бы вообще не начинать курить, и, оказывается, есть группа людей, о чём говорил Евгений Наумович, которые не предрасположены к курению, не курят, а пока мы видим часто такую картину, и, в частности, если правы те, которые говорят, что число женщин курящих увеличивается, то это как раз пример. спасибо вам большое за внимание. Большое спасибо. А есть ли вопросы? Эндокринологи? Нет? Никто не хочет спросить? Да. А, хорошо. Так, Давид Георгиевич должен уйти, да? Хорошо. Ну, я сам себе вопросы... А, есть. Доктор Коваленко Ирина Михайловна, не зря она пришла. Спасибо. Тут ничего не работает сегодня. Глубоко уважаемый Лев Михайлович, благодарю за столь подробный информативный доклад. Скажите, пожалуйста, а все-таки, какие, может быть, возможные препараты можно было бы предложить вот таким курящим женщинам для защиты от прогенотоксического повреждения ДНК? Благодарю. Ну, Ирина Михайловна, тут как раз пытался... Вы не слушали Евгения Наумовича? Он перед этим выступал. Он разделил популяцию всех нас и мужчин, и женщин, я так его понял, на четыре части. Была часть такая, которая никогда не начинает курить и их не тянет просто. Между прочим, это ясно, что это связано не только с генетикой, но и с семейностью. Если у вас родители не курят, то у вас меньше шансов начать курить. Конечно. Значит, основные препараты, как я понимаю, это те, которые так или иначе базируются на никотине. И как раз, когда он делал доклад, я упоминал препарат, который к никотину как таковому не имеет отношения, но он имеет отношение к никотиновым ацетилхолиновым рецепторам. То есть, как-то это на никотин завязывается. Причём, Евгений Наумович пользовался словом адаптоген. Может быть, он прав, может быть, нет, потому что слово адаптоген ввёл Николай Васильевич Лазарев, это был известный фармаколог, и он под адаптогенами понимал действительно такие вещи, которые как-то организм позволяют организму к чему-то привыкнуть быстрее, чем человек, который ими не пользуется. Ну вот у него, значит, адаптогены некоторые могут влиять на то, чтобы человек легче бросал такую привычку. Но я, как вы слышали, говорил о том, что когда человек бросает курить, я не мог это здесь развернуть, на этом посвящено немало страниц в книжке, которая называется моя книжка «Эндокринология курения». Там получается, что человек попадает в западню, потому что когда он начинает курить, это уже плохо, но когда он бросает курить, там тоже есть много последствий, в том числе эндокринных, которые говорят о том, что лучше не начинать. Это правильно, да, Дмитрий Кирилл? Все, спасибо большое. Спасибо. Еще один вопрос, Лев Михайлович. Еще вопросы, Уважаемый Лев Михайлович, большое спасибо за интересные сообщения. У меня такой вопрос. Современный мир это мир применения заместительной менопаузальной гормональной терапии, и современный мир грешит широким применением в практике противозачаточных средств. И при этом женщины, как менопаузальные, так и молодые курят. То есть роль извне вносимой гормональной терапии на канцерогенез. Это выступала профессор Афанасия, она представляет Казань. Но, на мой взгляд, тут две вещи затрагивались. Значит, контрацептивы с одной стороны и заместительная гормонотерапия с другой. Когда курят женщины, которые пользуются контрацептивами, там, ну, так считается, основным является то, что увеличивается частота побочных эффектов. Когда речь идет о сочетании с гормонотерапией и заместительной в менопаузе, ну, трудно сказать, я вот показывал ту часть, которая касается онкоэндокринологии, может быть так. А модифицирует эффект точно, в том смысле модифицирует, что если мы ждем от заместительной гормонотерапии каких-то позитивных моментов, ну, в частности, может быть, это влияние на липиды, может быть, это зависит, конечно, от состава, потому что ведь заместительная гормонотерапия тоже разная, люди борются за то, что должен быть, например, определенный прогестиновый компонент, который будет не так сильно влиять на индукцию рака молочной железы при сочетании с эстрогенами, чем какой-то другой прогестиновый компонент. Такие работы есть, например, французские. Но с точки зрения сочетания с курением, да, мне кажется, что нужный эффект заместительной гормонотерапии у курящих ослабевает. Мы говорим о менопаузе. А те, которые нежелательные явления, они как раз могут быть усиленные, аггравированные. В результате получится, что, безусловно, курить не стоит, равно как не стоит принимать противозачаточные средства и курить. Равно, как говорят эндокринологи, хорошо это знают, что там при тире токсической офтальмопатии тоже нельзя курить и так далее и тому подобное. Многое связанное с курением для эндокринологии не очень хорошо. Спасибо. Большое спасибо, Лев Михайлович. Спасибо.